Сотрудники миграционной службы документы у иностранцев проверяют каждый день и каждый раз фиксируют нарушителей. У одних оформлен вид на жительство, по которому нельзя работать, у других есть патент на трудовую деятельность, но по нему нельзя заниматься торговлей. Однако большинство выходцев из ближнего зарубежья зарабатывают в России именно на рынках. Этого молодого человека доставили в спецприемник два дня назад. Парень штукатурил стены в микрорайоне Китай, но никаких документов при проверке предъявить не смог. Кроме одной справки сомнительного происхождения. Данный иностранный гражданин, гражданин Республики Узбекистан, был выявлен отделом Федеральной миграционной службы города Ангарска в микрорайоне Китай. Данный гражданин осуществлял трудовую деятельность без разрешения, без патента для трудовой деятельности. Также не имеет при себе документов, удостоверяющих личность и право пребывания на территории Российской Федерации. Молодой человек ни с инспекторами, ни с представителями прессы общаться не захотел. Узнать о том, как, когда и при каких обстоятельствах он приехал в страну удалось лишь с помощью переводчика. Иностранец рассказал, что эту справку ему выдали в посольстве Иркутска. Однако ближайшее представительство Узбекистана находится в городе Новосибирск. По предположению сотрудников УФМС, эту бумагу парень, скорее всего, получил незаконным способом. Попросту купил у мошенников. Теперь иностранца ждет суд, который и примет решение о выдворении гражданина на родину. Евгения Шинникова, Михаил Трышкин. Местное время.